Мы б не смогли, и здесь надежду вечно жить, И как спасите всех, тебе люби. Он возлюбил тебя, меня давно, Он возлюбил и тех, кто лишь одно, Твердили нет и поднимали смех, А он сегодня призывает все, И если б не было любви, Любви Христа мы б не смогли Иметь надежду вечно жить, И как спасите всех, тебе люби. Разрешите? Сейчас день сходы, но это так и должно быть, Мы должны уметь скорбеть. Написано, плащи сплатищик, И лучше пребывать нам всем вдоль печали, Нежели в том и радости, Во все дни в нашей жизни, даже если так будет. Хочу прочитать местописание, Которым мы, я думаю, что каждая душа Почувствует расположение тому, Кто эти слова нам оставил. Воварь, 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 Ивангелия, Диана, Благословен Господь, Ныне приснай его и кирпо, аминь. Был болен некто Лазарь из Рифания, Из селения, где жили Мария и Марта, сестра Иис. Мария же, как брат Лазарь, был болен, Была та, которая помазала Господа миром, И оттерла ноги его волосами своими. Сестры послали сказать ему, Господи, вот кого ты любишь, болен. Иисус услышал, тот сказал, Это болезнь не к смерти, но к славе Божией, Да прославится через нее Сын Божий. Иисус же любил Марфу и сестру ее и Лазаря. Когда жук слышал, что он болен, То он пробыл два дня на том месте, где находился. После этого сказал ученикам, Пойдем опять в Иудею. Ученики сказали ему, Рави, учитель, давно ли иудеи искали побить тебя камнями, И ты опять идешь туда? Иисус отвечал, не двенадцать ли часов во дне, Кто ходит днем, тот не спотыкается, Потому что видит свет мира сего, А кто ходит ночью, спотыкается, Потому что нет света с ним. Сказал это, говорит им потом, Лазарь, друг наш, уснул, Но я иду разбудить его. Ученики его сказали, Господи, если уснул, то и выздоровел. Иисус говорил о смерти его. А они думали, что он говорит о сне обыкновенно. Тогда Иисус сказал им прямо, Лазарь умер. И радуюсь за вас, что меня не было там, Дабы вы уверовали, Но пойдем к нему. Тогда Фома, иначе называемый близнец, Сказал ученикам, Пойдем, и мы умрем с ними. Иисус, иначе нашел, Что он уже четыре дня во гробе, В пещере, Для погребения. Вифания же была близ Иерусалима, Стадия в пятнадцати. И многие из иудеев пришли к Марфе и Марии, Утеки в печали о братьях. Марфа, услышав, что идет Иисус, Пошла навстречу ему. Мария же сидела дома. Тогда Марфа сказала Иисусу, Господи, если бы ты был здесь, Не умер бы брат мой. Но и теперь знают, Что чего ты попросишь у Бога, Дасть тебе Бог. Иисус говорит ей, Воскреснет брат твой. Марфа сказал ему, Знаю, что воскреснет, Воскресенье в последний день. Иисус сказал ей, Я есть им воскресенье и жизнь. Верующий в меня, если умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в меня Не умрет вовек. Веришь ли сему? Она говорит ему, Так, Господи, я верую. Что ты Христос, Сын Божий, Грядущий в мир. Сказав это, Пошла и позвала тайно Марию, сестру свою, Говоря, Учитель здесь и зовет тебя. Она, как скоро услышала, Поспешно встала и пошла к нему. Иисус еще не входил в селение, Но был на том месте, Где встретила Марфа. Иудеи, которые были с ней в доме, И утешали ее, Видя, что Мария поспешно встала и вышла, Пошли за ней, полагая, Что она пошла на гроб плакать там. Мария же, придя туда, Где был Иисус, И увидев его, Пала к ногам его и сказала ему, Господи, Если бы ты был здесь, Не умер бы, брат мой. Иисус, когда увидел ее плачущей, И пришедших с ней иудеев, Плачущих, Сам воскорбел духом и возмутился, И сказал, Где вы положили ее? Говорят ему, Господи, пойди и посмотри. Иисус прослезился. Тогда и иудеи говорили, Смотри, как он любил его. А некоторые из них сказали, Не мог ли сей, Отверзший очи слепому, Сделать, чтобы и этот не умер? Иисус же опять, скорбя внутренно, Приходит к огробу, То была пещера, И камень лежал на ней. Иисус говорит, Отнимите камень. Сестра умершего Марфа говорит ему, Господи, уже смердит, Ибо четыре дня, Как он в огробе. Иисус говорит ей, Не сказал ли я тебе, Что если будешь веровать, Увидишь славу Божию? И так отняли камень от пещеры, Где лежал умерший. Иисус же возвел очи к нему и сказал, Отче, благодарю тебя, Что ты услышал меня. Я и знал, Что ты всегда услышишь меня. Но сказал себе для народа, Здесь стоящего, Чтоб поверили, Что ты послал меня. Сказав это, Он воскрытнул громким голосом, Лазарь, иди вон. И вышел умерший, Отбитый по рукам и ногам, Погребальными перенами. И лицо его, Отбито было платком. Иисус говорит им, Развяжите его, Пусть идет. Тогда многие из иудеев, Пришедших к Марии, И видевших, Что сотворил Иисус, Уверовали в него. А некоторые из них, Пошли к фарисеям, И сказали им, Что сделал Иисус. Тогда первосвященники, Фарисеи собрали советы, И говорили, Что нам делать? Этот человек много чудес творит. Если оставим его так, То все уверуют в него, И придут римляне, И овладеют местом нашим и народом. Один же из них, Некто Каятва, Будучи на тот год, Первосвященником, Сказал им, Вы ничего не знаете, И не подумаете, Что лучше нам, Чтобы один человек умер за людей, Нежели чтобы весь народ погиб. Сие же он сказал не от себя, Но будучи на тот год первосвященником, Предсказал, Что Иисус умрет за народ. И не только за народ, Но чтобы и рассеянных чад Божих собрать воедино. С этого дня положили убить его. Вот одно из мест священного писания, Которое прямо говорит о том, Как все это будет. Кажется, Это чудесным. Чудесным это всегда казалось, Даже тем, которые веровали в Бога, Иудея. Потому что никто не воскрешал мертвых. Никогда этого не было. И сейчас мы не ждем, Что сейчас умерший человек восстанет и пойдет. Не это главное. Сестра наша на этой земле сделала все, Что надо было сделать. Во-первых, Она покаялась. Она приняла Господа Иисуса Христа Своим Спасителем и крестилась. Мы с ней вместе крестились. В этих водах. В деревне потеряет отец Иоаким И дальше она жила, Как истинная христианка. Ну, я так предполагаю, Что она старалась никому не доставлять Никаких неприятностей, Никаких, Ну, каких-то лишних забот и хлопот. Я так даже, Как бы слышал, Что почти до конца Она и сама ходила даже. То есть, Ну, сами понимаете, Как это важно, Кто сейчас в возрасте находится. У меня тоже, Мать недавно умерла, 19 сентября. Отец тоже старый, 81-й год уже тоже. Я знаю, что такое ходить за больными людьми, За старыми. Как это тяжело. И вот эти люди, верующие, Они стараются облегчить, Учить тех, Кто рядом с ними находится. Потому что это всегда тяжко. Это не за младенцем ходить, Когда младенец, Как бы подрастает И дает какие-то надежды. А мы видим, Как человек угасает. Но знаете, Что она не угасала? Она Веровала в Иисуса Христа И то, что воскреснет. В тот день, Когда придет Господь Судить всех. Но одни пойдут Проклятыми В огонь вечный. В эти сатаной. А другие Со Христом на небеса. Вот здесь, видите, Показано небеса, Как бы, Вот, Голубь, Это Дух Святой. Ну, Это комната ритуальных услуг, Я так понимаю, Что Ни креста тут ничего нету. Но даже здесь, Вот, неверующие люди Показали нам, Как это все будет. Потому что Господь нам Себя, Духа Своего Святого Показал именно В виде голого, Белого, Который не спускается на людей. И все был слышен глаз. Все, Сын мой возлюбленный, В нем мое благоволение, Его слушайте. Вот сейчас вы прослушали Слова Господа нашего Иисуса Христа, Который он сказал Ученикам своими, И они записали это. В этом Писании Называется оно Благая Весть Или Святой Евангелие. Евангелие, Это греческий язык, Переводится как Благая Весть. Ну, на наш Русский язык По простоте скажем, Что это Добрая Весть Или Счастливая Весть, Необыкновенно Прославляющая Нашего Господа И нас с вами. Если мы уверены в Него И будем исполнять заповеди Его. Как Как исполнить заповеди? Ну, у нас много сейчас Церквей открыто, Православной Церкви. Только Православной. Нужно идти туда, Молиться. Но не просто молиться, Нужно с верой Приходить к Господу. Для этого нужно прочитать Вот это произведение, Которое мы вам дали. Эту книгу святую. Евангелие. И дальше еще есть Книга, в которую Входит Евангелие. Это Библия. Святая Библия. Слово Божие. Это слово Показывает нам Постепенно, Как люди приходили К тому познанию, Которое Адам с Евой отвергли, Нарушив заповедь. И эта заповедь была Всего лишь не вкусить От дерева познания Добра и зла. Они вкусили, Придали Бога. И этим Придали всех нас. Потому что Мы, рожденные Адамы и Евы, Все приняли этот Первородный грех, Который на каждого Из нас ложится. Как говорит Наш пророк Царь Псалмопеис Давид И во грехах Родила меня Мать моя. Каждый из нас Рожден матерью. И все мы рождены Во грехах. И мать во грехах. И мы с вами с тобой Тоже во грехах. Те, кто зачинает, Рождают все во грехах. Кто может Нас спасти от грехов? Только Господь Насши Христос Его Святая Любовь. Та кровь, Который пролил За нас На Голгофском кресте. Она очищает нас От всякого греха. Но мы должны Иметь общение Друг с другом. Общение Это только В Святой Церкви. Там, где есть Богом Избранное священство. Вот сейчас Здесь был батюшка Он отпевал. Называется Отпевание. Отпевание Это как бы Провожание. Как знаете Мы встаем Куда-то уходим И мы Подождите Давайте на дорожку Присядем И мы присаживаемся И никто не смеется Никогда. Все сидят. Почему? Ну, потому что Это еще От наших предков Повелось Чтобы человека Проводить Свокойно в путь. Не то, что там Чтобы он что-то Не забыл там И так далее А для того, чтобы Успеть помолиться А мы вспомнили О Боге Прежде чем Человека Отправляем в дальний путь А вдруг Что-то там С двигателем А вдруг там Дорога где-то Или там Бревно какое Выпадет с машины О нет Впереди Господь А что нужно Благословиться И мы благословляемся У Бога Вот батюшка Сейчас благословил Нашу сестру В этот путь И сейчас она будет Проходить путь Мытарств Самый страшный путь Который мы будем Проходить Это все вы знаете Об этом Любой человек знает Сейчас скажу вам Этот путь Это три дня Потом девять дней И потом сорок дней Это вы все слышали Конечно Почему три дня? Этого мало кто уже знает Почему три дня? Первые три дня Сейчас Здесь находится С нами Вместе Ее душа Тело Вот перед нами Лежит бренное Но душа Она здесь Ну Верующий человек Каждый может почувствовать Потому что Мы Едины Едины душами Они телом Тело Мы все разрушены Вот видите Рядом сидим Я не могу слиться Вот тут сестрой Или с этой стороны Не могу прикоснуться Здесь Сурусными Слиться Не могу никак А душой Можно слиться? Да Вот когда мы Восхваляем Господа Когда мы молимся В едином порыве Почему Батюшка приходит Он не является тем Главой Который сейчас Отправляет на небо Кого-то Нет Он является Только Избранным Избранным От Бога Старшим Человеком Которому даны Права Некоторые И он Показывает Как это нужно Мы должны все Подпевать Вот эти все Преснохнения Хвалу Господу Мы должны все вместе Воспевать И тогда Ее душа здесь радуется Не когда мы водку Там на поминке Пьем Сидим Наоборот Святые приходили И говорили Душа горит Даже некоторые грешники Приходили И говорили своим верующим Это уже Современные предания И говорили Вы что делаете Чем вы больше водку пьете Вы в огонь подливаете Еще больше Мне и так там тяжело Я тут Все это уже выпил А вы там еще За меня это делаете Зачем Не нужно этого делать Нужно прославлять Господа И тогда Господь Все утешает И даже было такое Теперь Дальше И три дня Душа пребывает В тех местах Где ей было отрадно Отрадно это значит Покойно Она была счастлива Блаженная Эта душа Где это Это то место Где она крестилась То место Где она Услышала о слове Божьем О спасении О вере в вечную жизнь Там где родственники Кому она любила Даже те места Которые она любила Не только людей Там животных Каких-то где-то Или там Какие-то местности Где там Любовь Может была какая-нибудь Или где Она беседовала О Христе О Боге То есть Это три дня Три дня Душа по этим местам Проходит Ее там проводят Ангелы Ангелы проводят Потом дальше Девять дней Девять дней Мы тоже празднуем А что В девять дней В девять дней В оставшиеся Вот эти дни В шесть дней Душа проводится Господом По местам Где она может быть Места Покоя И места Адские Где будет Суд происходить Где огонь Сера И душа На это все смотрит И понимает Где она уже Где она приблизительно Будет Для чего Для чего это нужно Для того Чтобы она полностью Сознала Чего она лишилась Или чего она Наоборот От чего отстала И потом Оставшиеся дни Начинается мытарство До сорокого дня Мытарство Это Двадцать мытарств Проходит душа Это стоят По правую сторону Стоят Ангелы Которые С Господом Это две трети Всех ангелов А по левую сторону Сатаной вместе Стоят Одна треть Ангелов Черных Этих бесов Которые Отпали от Господа И им уже Не дано Никогда Примкнуть к нему Потому что Ангелы Имеют только Один ответ Или да Или нет Одни согласились Быть Богом А другие пошли За сатаной Одна треть А две трети Остались Богом И вот они Постоянно За нами наблюдают Если мы делаем Дела добрые Которые относятся Богу Которые относятся К исполнению Любви Его Его заповеди Блаженства То нам помогают Ангелы Хранители Наши Добрые А бесы Они всегда пытаются Нас сбить Вот это Курение Блуд Ложь Воровство Зависть Это Все идет Убийство Все идет От этих бесов Это Они нам все На уши Сидят И Шепчут Для чего Для того Чтобы мы Никогда не попали В рай А только Бат Попали В озеро Серый Где будет Сам Сатана Поэтому Он По этой Зависти К нам К людям Что мы Можем Блаженствовать В покое С Господом Нашим Поэтому Он Все хочет Затащить С собой Если У кого Есть Интернет Посмотрите Интервью С дьяволом Называется Там 14 минут Ну как бы Сняли Протестанты Такой фильм Человеков Который Согласился Играть Этого Дьявола И как Он Рассказывает О том Как Он Нас С вами Собращает В прямую Но это Невозможно Как будто Это По настоящему Где-то Сидел В лесу И этот Корреспондент Брал интервью Этого Сатаны Сатана Сейчас Связан Господом Гварских Внуках Он Там После того Как Победил Его На Голгофском Кресте Свою Пречистую Кровью Но Последнее Время Придет Такое Время Антихриста Все Конечно Слушали И Сатана Вырвется На малое Время Не просто Вырвется А он Войдет В человека Своим Духом Который Будет Человек И в то же Время Обладать Духом Сатаны И тогда Забьют Люди Но Если Евреи Уверуют То Нам С вами Тем Которым Открыты Такие Просторы Благодати Божьей Неужели Мы Не можем Уверовать Господа Нашего Когда Господь Нам Дал Такие Прекрасные Слова Такое Писание Глядите Шрифт Специально Для наших Плоховидящих Глаз И Формат Такой Можно В карман Положить С собой Легенькая Книга А это Все слова Христа О том Как мы будем Вечно Жить И вот Сестра Наша Я вижу Многие Пришли Родственники И так Знакомые Она Веровала В Господа Иисуса Христа До последнего И уже Батюшка Был Не так давно У нее Сколько Несколько Дни назад Заботу В субботу Причастил Понимаете И исповедовалась Она причастилась То есть Она До конца Была Уверена В том Что Будет С ней После того Как Отойдет Ее душа К Господу Поэтому Я предлагаю Вам Конечно Поскорбеть Погоревать Об этом Но Ну что Близкий человек Это понятно Мать Родственница Для кого-то Любимый человек Как она Обихаживала Когда-то Это воспоминание Как она Разговаривала Какая была Приятная Собеседница Все это Но не забудьте Где вы встретитесь Вы обязательно Встретитесь В 33-летнем С половиной Возрасте Когда Все предстанем На суд Божий Вы еще Увидитесь И постарайтесь Сделать так Чтобы увидеться На небесах А не там Где будете Кричать Мама Или там Тетя Или как Дорогая Аннушка Или Анна Кузьминична Возьми меня Видишь Я горю здесь Протяни руку Ты же знаешь Я тебя знал же Ты меня тоже знал Я не такой уж Плохой человек Она ничего Не сможет сделать Она не сможет Протянуть руку Потому что Между нами Сказал Господь И вами То есть Нами Теми Кто верует В него И вами Теми Которые Не уверовали В него Которые Смеялись Над его Заповедни Над его Словами Над его Людьми Которые Ходили И все время Говорили об этом Что придет Этот день И останется Ученики Еще не время Разрешите Песнопение 800 Простите А теперь Песнопение Будет Покаянное Называется Прости меня Песнопение Песнопение Простите Песнопение 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 Простите Песнопение Песнопение Прости меня, Боже, прости, я молю, прости, что так поздно к Тебе прихожу. Прости, что я раньше Тебя не познал, и друга иного тогда я избрал. Прости, что я раньше Тебя не познал, и друга иного тогда я избрал. Это вообще-то жизнь Иисуса Христа, здесь все написано, как он пришел, показывает, как нужно вести себя, как вести себя. Это очень полезная, спасительная книга, это новый заделок, жизнь Иисуса Христа на земле. У кого нету? Есть в отроге? У кого нету? Есть в отроге? С Богом, до свидания.